...грубоко справедливый... ...председатель фашистского комитета Харькова Мельникова... ...как и почему в Харькове в городе интернациональном момента своего возникновения и по сей день стали возможны вот те акты вандализма, которые проявляются не просто выжившими из ума, какими-то выродками, типа членов пары фашистской партии «Слободы». Это ваш председатель, да? Нет, нет, нет. Это человек, он из обкома партии, он... Так его как председателя антифашистского комитета представили? Нет, это друг, это тот, который коммунисты создавали. Мы не поймем, что и как нужно делать для того, чтобы искоренить эти позорные проявления вандализма на Харьковщине и в Украине в целом. Ведь проявление неуважения в памяти героев Великой Отечественной войны, войны, к сожалению, не только наше харьковское явление, это явление общеукраинское. И активизация, и спиватель над памятью героев войны связана с политическим курсом правящей ныне партии, партии регионов. Именно эта партия, которая много обещала в предвыборный период, когда пришла к власти, притащила Кернеса, Топкины, а те, в свою очередь, разрешают и глумлятся над могилами, вставшие в годы Великой Отечественной войны, и притаскивают из Бантерлянда мемориальные доски прислужникам гитлеровского фашизма, их немалуям, всяким слипам и тому подобным. Для того, чтобы искоренить подобные факты, нужно высвырнуть с политической арены Украины ту политическую силу, которая заказывает эту музыку. Мы с вами должны рассказывать и требовать от всех честных людей отказать в политическом доверии регионалам. Это они развернули политику потакания фашизму, они позволяют шествовать фашистующим молодчикам из свободы по улицам наших городов, они позволяют уничтожать безнаказанно мотивы героев Советского Союза. Это они разрешают отменять общегоседарченный праздник, День Победы. Совершенно справедливо выступавшая передо мной роль Ольга Еженина Гороско, говорила о том, что эта власть потакает в фашизму. И мы с вами должны поддержать инициативу Ольги Ежениевны, которая здесь не сказала свою, а я думаю и нашу гражданскую позицию, когда она на мемориале вышла из общей колонны и перед иудствующими, и спекулирующими на светлой памяти героев Кернесом и Топкиным подняла плакат «Станьте мертвые, вам предатели идут!» И если господа Топкины и Кернесы не изменят на 100% свое поведение, я предлагаю очередь им ошибки на подушку. И это не стремление, что вы перед боялись на мемориале не все женщины, а вся колонна должна повернуться спиной и плюнуть в сторону этих негодяев. Позор тем, кто издевается над светлой памятью павших. Требуем от руководителей области города восстановить историческую справедливость. Резолюцию давай! Доварищи, желающие выступительщики, есть предложение огласить проект резолюции. Есть предложение резолюции нашего лейтенкации протеста править президенту Украины Януковичу, президенту Российской Федерации Путину, президенту Республики Беларусь Лукашенко, президенту Чешской Республики Газову Клаусу, президенту Фомяки Ивану Гаспаровичу, председателю Верховной Рады Крыма Литвину, предель министра Зарова, главе Харьковской администрации Тоткину, городском главе Кернесу, председателю хозяйственного традиционного суда Кукою и коди председателя Франции Компартии Верховной Рады Симоненко, председателю организации ветеранов Украины Цепенко, председателю Центрального Совета Союза Республики Союза Украины Довландского, впечатляет и электронный союза масс-информации. Неудово есть предложение огласить президенту Республики Газову Крыма Литвину, правильно? Подержать. Вот так, как здесь было сказано в преступлениях цинично, власти города, окреста Украины относят память тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы все и эти власти тоже могли себя убежать. Считаем, что все должностные лица, кто творит и кто в нарушении своих должностных и должностей не пресекают это преступление, должны быть освобождены занимаемостью для всех, так как они просто преследуют эти хирургию и память о них. Это подтверждается генерализацией, священных Тверденским трибуралом, посадникам фашистов, палачей, украинско-белорусско-польско-других народов в Луко-Лука. Незаконная установка в Харкее памяти, тоски духовную расставнику дивизиции Вечена Слепому и охранной властями незаконной установки володежной парке проклятой камене Калопа. Мы заявляем всему этому, возведющему беззаконно свой дневный протест. За торговые преступления на броско море и жертвы за 43-е года, не принятие законных мер по его пресечению, мы объявляем на всю Украину, на весь мир позор деталку. Затем, председатель Харьковского хозяйственного предстояния, который в 2001 году был вооружен организатором радиусы адаптации на братской могиле, а ныне он депутатом в основе этой партии регионов. Мы объявляем позор Кухарю, нынешнему председателю Харьковского хозяйственного суда хозяйственного, продолжающего ответить до свидетательства на братской могиле. Позор Авакову, бывшего главного администрации, ныне депутат областного совета, который возглавляет комиссию по окружающим науко-образованию культуры и исторического наследия, духовности, как не выполняющий своих депутатских обязанностей и письменных обещаний ветеранов, которые он дал по облагоражению братской могилы. Позор Чирнову нынешним председателем областного совета, который о нарушении законов в Украине по обращению граждан на письмо, подписанное потомками захороненных в этой могиле и руководителями 13 общественных организаций, в том числе председателем Харьковского областного комитета Международного союза ветеранов войны, героем Советского союза Остарщенков, Чирнов, 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 безусловно, даже не созвоил лично подписать обвес, как это предусмотрено в законодательстве. Позор Кернесу, мэру города, который также совершает предательство правших героев, нарушение закона Украины по обращению граждан. Он не так же лично не ответил, а письмо 13 ветеранских организаций и героев Советского союза Остарщенков, поручил это сделать департамент такой пуры горы Столкова, сочинившего бездушную отписку, изобилующим множеством искажений и нарушений действующих законодательства Украины. Позор судьям всех инстанций Харькова, Киева, которые рассматривали и отказывали в законном удовлетворении иска Коноваловой, имеющих на руках похоронку о том, что ее отец Коновалов захоронен в братской мобиле. Позор прокурорам области, генеральным прокурорам Украины, министрам культуры Украины, которые также проявили цинизм и предательство в отношении этих убиенных воинов. Позор всем тем председателям Верховной Рады, премьер-министрам и президентам Украины, которые стали на путь циничного безразличия и попустительницах творящимся преступлений на Харьковской братской могиле в червь фашизма 1943 года. Потомки, принявших мученицкую смерть, ветераны Харьковщины, премного благодарны всем тем гражданам Украины, России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Болгарии и других стран представителям развития гривизионных конфессий, общественных организаций и политических партий за поддержку и понимание в деле защиты в братской могиле в центре Харькова и памяти героев борцов с фашизмом, защитников нашего социалистического деятельства. Мы настоятельно требуем в Верховной Рады пересмотреть свои решения и принять ранее отходимые законопроекты ужесточения ответственности за вандализм, проявленные относительно памятников и братских могилых защитников Отечества. Мы гневно ослуждаем действия делегации Украины, которые в угоду неофашистам. 16 октября 2010 года в организации мировой граждан не проголосовывали за усиление ответственности за пропаганду фашизма. Требуем выполнить решение Харьковского постного совета 5 июля 2007 года о демонтаже всех памятных знаков, возвеличивающих фашизмских пособников. Гневно ослуждаем и требуем президента Украины, Каббина, Верховной Рады, пресечивающие законные расходы в бюджетах западных областей на дополнительную финансовую поддержку членов фашизмских банк формирования УНУПА. Наставлено принятие Верховной Рады законодательных актов, ужесточающих возглавную ответственность за пропаганду нацистской идеологии и запреты необандеровской партии «Свобода» и других националистическом формировании этого долга. Потомки захороненных в этой баске Магрине Героев, ветераны Великой Отечественной, локальных войн, партизаны, подпорщики, участники антибашистского сопротивления, бывшие узники партизанской концеррии, блокадники Ленинграда, инвалиды и дети войны, ветераны Вороженной Силы Труда, Слобожанское Казачество и вся общественная миссия от имени падших и живых справедливо требуют провести в соответствии с действующим законодательством Украины и решениями Организаций Объединенных Наций, франскую вагилу, двое тысячи раненых воинов Красной Армии, солдат Чехосоватского батальона и медработников, расстроенных и заживо сожженных в починстве в марте 43-го года. Для этого облагородить бронскую вагину жертвах 43-го года. Вдоль зданий создавал создатель Ленинград с выходом на пустык правды, составленную в памяти тысячи жертв, свою жизнь заплатившую, чтобы все мы с вами могли сегодня жить. Увлековечит на память, вся установлена через архивы имена захороненных в бронской могиле советских воинов и солдат Чехосоватского батальона. И требует все это выполнить безоплагательно и строгим соответствием законодательствам Украины. Если власти города, области Украины, не выполнят две победы, это отвечающие законам Украины, моральному стоюм общества, справедливое требование потомков, захороненных героев, ветеранами общественности. Мы будем искать справедливые советы Европы. А всем Харьковским гостям чемпионата Европы 2012 ветеранам будут вручаться листовки на русском, английском, немецком, французском языках с повышением посетить эту братскую лагерь, расположенную в 250 метрах от гостиницы Харькова, и убедиться в позорном, циничном заявлении Аптониционно-хозяйственного суда во все города, области и Украины на том, что более тысячи советских и чехословатских воинов, метропотиков госпиталя, принявших мученическую смерть борцов с фашизмом за то, чтобы все мы могли сегодня жить. Товарищи, какие будут дополнения и изменения к резолюции? Есть предложение принять в целом? Кто задал предложение голосовать? Отпустите, пожалуйста, воздержавшихся. Нет, принято это гласно. Товарищи, согласно нашей заявке, сейчас мы по площади идем в направлении памятника Ленина, через переход проходим на улицу Тренкера по тротуару, через проспект Праду.